Приветствую всех друзья! Сегодня поговорим про необычный французский настольный универсальный станок, производимый в начале 20-го столетия компанией Xiaomi. Станок отличался особенно хорошей конструкцией. Сталь и чугун использовались для его основных компонентов, а алюминий для приводных шкивов. Станок имел необычную и новую конструкцию, по сути три станины, образованные массивными стальными круглыми брусьями, расположенными параллельно, самый большой из которых был задним, поддерживающим переднюю и заднюю бабку с рычажным приводом. Однако эта схема не была уникальной, она использовалась на необычном английском токарном станке Mandrell около 1870-1890-х годов. Каретка Xiaomi, которая также двигалась по главной задней направляющей, опиралась своим передним концом на два меньших бруса. Они вставлялись в кронштейны, закрепленные вокруг станины на концах передней и задней бабки. Между двумя малыми планками находился винт, вращаемый вручную, который обеспечивал скользящую подачу каретки, на правом конце которого располагался маховик, вращающийся по всей окружности. Необычным было и устройство каретки, которая представляла собой комбинацию каретки и поперечных салазов, верхняя часть которой состояла из двух горизонтальных круглых брусьев, расположенных под прямым углом к станине. Хотя детали подшипникового узла бабки неизвестны, по внешнему виду можно предположить, что шпиндель работал на шариковых подшипниках, а трехступенчатый V-образный шкив приводился в движение непосредственно от электродвигателя, установленного на плите, передний конец которой зажимался вокруг станины. На левом конце двигателя располагались шлифовальный круг и упор для инструмента, а на заднем конце станины опорная ножка имела гнездо, в которое предположительно можно было вставить сверлильную колонну. К сожалению, на представленном станке отсутствует весь механизм сверления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова